иванов в эфире капитала шоу поле поле бутылку сам здравствуйте здравствуйте друзья я рад вас всех приветствовать и телезрителей и радиослушателей не забываем что в группе вконтакте есть свежие новости всегда даже если на ютубе ролики выходят нерегулярные достаточно редко ну и собственно в этом ролике будем продолжать осваивать разбери я попытаюсь вспомнить каково это быть администратором собственных серверов лол шучу конечно но тем не менее сегодня будем превращать разбери в полноценный веб-сервер который будет использовать apache mysql ну и разумеется php ну и до кучи установим питон частично вы видели как устанавливать приложение в разбери ну точнее в разбиан и собственно вообще в любой дебен системе основанной на системе пакетов дебен то есть . деб ничего сверхъестественного в этом нет используем команду апт-гет или апт и соответственно все что нам нужно можем увидеть итак разбери пи включена сегодня камеру включать не буду это нам не потребуется собственно смотреть не на что главное все происходит на экране и в консоли и так подключаемся к разбери пи как видите включена она уже сразу же запрашивает пароль добро пожаловать на шальнике последний раз я заходил в 214 интересно интересно а 39 они таки я но ничего смотрим мы находимся дома итак даже не долго вот так вот где мы находимся home пи ну и собственно пи на бу пи пользователь на хосте авторизован и так нам понадобятся для того чтобы заработали все необходимые нам в приложении нам понадобится разумеется интерпретатор php нам понадобится собственно веб-сервер который будет управлять отдачей скажем так по сети по любой сети но об этом будущем собственно контента сгенерированного скриптами ну или просто какие-то статичные html документы ну и разумеется установим также питон версии 3.4 поскольку скрипт который будет управлять умным домом мною написано питоне версии 3.4 и он не совместим с предыдущими версиями то есть с устаревшими 2.7 хотя тем не менее все еще популярным но так или иначе нам понадобится установить вот то что я и сказал итак приступим для начала как всегда вводим команду суду которая означает супер пользователь делает еще раз напоминаю я думаю из предыдущего ролика вы этого запомнили суду apt get install ну и погнали что нам понадобится нам понадобится питон версии 3 так что у нас вообще из питона доступно ничего себе 863 возможности питон 3.4 давайте вот всего нам доступно вот столичка пакетов питон 3.4 просто и устанавливаем не обязательно устанавливать по одной программе можно выбирать списком поэтому говорим n предыдущую команду оставляем на 16 мегабайт так питон 3.4 ну ладно в общем здесь будет дополнительно по зависимости будут удовлетворяться новые пакеты как видите все это без проблем установится разумеется нам понадобится установить апач а точнее сколько у нас здесь апачей апач 2 апач 2 апач 2 больше ничего да окей апач 2 вот самый первый список самый первый пакет в списке вот он он выделил специально апач 2 он по умолчанию подгрузить все что нам понадобится далее разумеет спички ну-ка что у нас тут ух как много тоже пакетов доступно печки 5 тогда доступным печки 5 по сколько всякой фигни нам доступно разумеется нам сиджая не не нужен скрипты и свн гд и map имидж а и magic но это кусочек имидж мэджика в общем дофига всего из койлюлайт секьюршел 2 я тоже просто установим по умолчанию пакет такой мета пакет просто пички 5 ну и собственно для начала пожалуй хватит потому что будем веселиться и развлекаться с апачем с настройками апачем спички попробуем будет она работать или нет ну и разумеется протестируем питом погнали теперь разумеется достаточно большое количество пакетов должно быть установлено что понадобится да вот по умолчанию довольно дофига всяких ништяков потребуется установить поехали 10 метров разумеется скачается довольно быстро как ведь практически мгновенно за 7 секунд 10 метров скачалась хотя не так уж это и мгновенно однако 54 мегабит всего на все моя вайфайная затычка держит несмотря на то что говорят что это 150 мегабит в идеальных условиях может быть выжато однако на деле стандарта н в этой затычке я не наблюдаю это при том что буквально в паре метров от меня находится мой вайфай на шортизатор как видите система начала со мной общаться на русском языке в предыдущем ролике я это настроил локаль как видите уже русская подготовка к распаковке распаковка установка поверх может быть что-то еще обновится кстати да было бы неплохо дополнительно обновить еще и другие какие-то пакеты системные все теми же командами аптгет апдейт это обновляет список пакетов из репозитория свежие и соответственно позволяет нам свериться вышли ли какие-то обновления или нет ну и соответственно команда аптгет апгрейд обновит все эти пакеты можно пойти и более веселым способом вегетом например получать скажем так по стандартным таким методом скачать пакет а потом через дпкг его установить но это будет слишком я думаю вот включаются модули для апачи конфигурация устанавливается давайте пока вам покажу если вы не знаете что делать еще раз напоминаю на официальном сайте разбери пи есть огромное количество мануалов и разумеется разумеется первая же ссылка которую я нашел она оказалась оп самый подходящий смотрите строим лампу то есть линукс вот что такое ламп ламп пишется капсом всегда ну-ка ну-ка вот ламп и расшифровочка линукс апач mysql php mysql мне не понадобится татьяна и фронтенд к татьяне фронтенд к татьяне давайте не будем называть его фронтенд назовем его платьем платье для татьяны работают без mysql ну и питон собственно тоже питоновый скрипт сама татьяна сама татьяна сам скрипт татьяна работает без без mysql базы данных не нужны работа происходит с файлами ну кому интересны нюансы соответственно можете посмотреть код исходный код открыт распространяется по лицензии gpl пожалуйста все ссылки есть в описании проект на гитхабе скачивайте последнюю версию клонируйте предлагайте улучшения подкидывайте свежие идеи свои наработочки буду только счастлив буду только рад для меня это будет честью напоминаю что александр шнуров огромное количество правок и дополнение улучшений внес во фронтенд соответственно только благодаря ему можно будет увидеть внешнюю скажем так оболочку татьяны поскольку большому счету управление самой татьяны происходит вообще только текстами файлами и можно вообще в принципе фронтенд не ставить вообще вставляете такая вот фигня и так что же у нас здесь а а здесь а у нас все обработалось ну и собственно нам необходимо проверить работает он или нет уж не знаю автоматически запустилась по идее должно быть сюда так по умолчанию все это запустилось вполне вероятно что я уже увижу готовую о смотрите-ка в локальной сети как видите я уже обратился и апатч стартанул автоматически вот пожалуйста апатч на дбн2 дефолтная страница как как можете вспомнить подключался я вот она вот она родимая это адрес разберепи 192 168 137 и с него полноценный интернет сервер заработал он паблик html а ну тут уже справочка собственно на официальном сайте в мануале мы и должны вот это увидеть вот эту картиночку вот мы ее и видим тададам на этом пожалуй можно и закончить настройку апача пока трогать в принципе ничего не требуется ну-ка давайте-ка вспомнить control and ох отмотка консоли хе-хе-хе теперь давайте проверим работает ли питон 3.4 для этого введем команду python и большая обязательно в большой ключ 2.7.9 засранчик по умолчанию ну-ка что у нас здесь есть lsla bash rc ага вот он у нас файлик о кстати кстати ну-ка mc edit у меня установлен нет mc edit не установлен давайте-ка повторим операцию up get install mc что такое mc midnight commander друзья мои заодно сейчас ну конечно же обратите внимание 1.694 килобайта то есть полтора мегабайта всего на все это гениальнейшее приложение вот если вы пользуетесь windows total commander ну или может быть кто-то вспомнит такие вещи как волков или нортон или фар это вот все отсюда пошло до сих пор жив слава богу и я счастлив как много пакетиков сразу устанавливается а zip ух ты у меня zip не был установлен окей а mc edit то он установил нет я что-то его не вижу а видимо он внутри одного пакета настраивается пакет mc вот что такое mc вводим команду добро пожаловать в midnight commander полностью расифицированный разумеется ну почти так я дома или где да я дома ну красотень смотрите вот для тех кого напрягает работать напрямую в консоли вот пожалуйста есть файловый менеджер который можно например использовать в качестве ну в общем то так же как total commander в принципе даже поддержка мыши должна быть да как видите поддержка мыши существует для того чтобы включить мышь напрямую в консоли хотя не советую оно и не нужно вы быстро привыкнете нужно будет установить какой-то простенький пакетик и что то там даже конфиг по моему менять не требуется все точно так же обгет инсталл какой точно не помню все там же на официальном сайте разбери пи точка орг ну вот он разбери пи орг все есть как заставить мышку работать в консоль только не пугайтесь она не будет стрелочкой стандартной которой вы привыкли она будет жутковатой такой но тем не менее тем не менее итак bash алиасис по моему по моему так и соответственно мы прописываем элиас python равно а как правильно будет собственно юзер юзер бин python 3.4 f2 и f10 правильно ли я сделал ну-ка f4 да правильно я перепроверил на всякий случай правильно ли я написал имя файла да все правильно теперь по идее теперь по идее и вот это сработает вероятно необходимо разлагиниться а то и вовсе перезагрузиться ну просто оболочка должна сама по себе перезапуститься а я же в ней нахожусь как перезапустить давайте перезагрузим все теперь подключаемся к разбери разумеется и командочку покажите мне 3 4 2 все нужно было просто перезапустить оболочку но я предпочитаю перезагружать целиком и смотрим на скорость работы апача по-прежнему и красота теперь давайте-ка вот что сделаем судо им сидит вар вар в в в в html индекс html и вот он огромный огромный файлец с целой кучей разнообразные ненужные фиготени со стилями в пень не апач не debian дефолт пейдж давайте сделаем так чтобы было понятно что это действительно мы назовем заголовок окна привет от малины то есть это вот то что пишется в заголовке окна как видите вот 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 это в самом самом верху в названии вкладок и так далее привет от малины стайлы мы тоже к чертовой матери все порубаем как же много ой какая перегруженная страница это же неправильно так блок f8 так удалить опа достаточно сложно вспоминать как работает mc edit уж извините весьма и весьма и геморрно это все так теперь опять блочное выделение и всем блоком сейчас и все чертовые бабушки поудаляем нафиг 187 строк оставляем только html body f8 body body как прекрасна песня твоя сам body на русском языке разумеется как видите тоже все печатает назовем это х1 header one если хотите ну немножечко html я вам так походя покажу причем православненько делать как-нибудь вот так назовем это уж извините тоже гремлю соплями заголовок заголовок и перетим вот так и разумеется разумеется параграф точнее абзац вот так для этих целей мы будем в дальнейшем использовать кстати самбу забыл поставить тоже сейчас установим самбу самба обязательно нужна чтобы нам было чуточку легче работать скажем так но уже в графике то есть скажем вот так как у меня вот здесь вот например уже налажено скажем оп нажали и перешли по нужному нам адресу вот я тут частично свои скриптики то есть чтобы это можно было спокойно спокойно вот в графическом режиме с полноценного десктопа работать чтобы не напрягаться то есть элементарная работа с файлами по сети как видите боже мой как же сложно я писал хорошо что сам для себя прокомментировался я уж давненько за питон не брался и соответственно пропишем под заголовком что что да просто так и радиослушателей да сохранить сохраняем перезапускаем обновляем страничку и видим хардкорную вещь что-то мне прям даже не хочется мета http прописывать давайте просто сами по себе исправим кодировка текст разумеется уникод вот просто в html документах необходимо это прописывать вот как видите появилась привет от малины заголовок приветствую всех телезрителей и радиослушателей вот так вот апатч работает апатч настроен путь по умолчанию var www html туда же можно положить будет фронтенд мы это и сделаем правда расшаривать по сети эту директорию не совсем разумно изменим сервер root но это уже в отдельной настройке апача и так апача работает питон протестируем работу питона давайте сделаем вот что дома создадим новый каталог вручную проще всего назовем его pipe projects буду здесь также работать собственно вы увидели если мне не изменяет память я все это настраивал в прямом эфире в одном из старых роликов назовем его pipe projects в дальнейшем права я на него разумеется установлю откроем с помощью mc data файлец скажем тест питон подключать и показывать камеру ну разумеется пай я не буду подключать камеру и демонстрировать вам как gpu снова замигает я в качестве скрипта тестировочного буду использовать вот этот скрипт свитчер свитчер тот самый который демонстрировался в в в в ролике который вот где-то где-то здесь появился при редактировании видео я его разумеется добавил собственно там и будем тестировать просто посмотрим как он работает shift insert нажимаем чпок код вставлен красота вот так вот это проще даже чем настраивать сам был и запускаем скриптец нет не хочет смотрите-ка ну давайте запустим его ручками python тест 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 python точка пай так не понял что-то он меня проскочил переходим в директорию пайп projects тест python так ну-ка нет модуля кстати вот отличный отличный вариант нет модуля тест пайп так нет модуля rpgp кстати а давайте-ка ну-ка как же здесь у нас давайте его найдем вот инструкции по установке апдейт апдейт инсталл а вот python rpgp python 3 rpgp вот это можно было не искать так как он называется python 3 rpgp айо вот точно еще раз m3 rpg а то у нас этого модуля не было теперь будет что-то меня сетка подтупливает видимо торренты на полную карточку раздаются нет 450 кглабайт может опять провайдер тупит ес хочу установить ооо python 3 под тикей венх ой сколько всяких фигней еще дополнительно а или питоны сады во стандартной библиотеки питоны не установились ха-ха у меня половина программ бы наверное не заработала на питоне третьем хе-хе так бывает так бывает как видите я просто не установил соответствующий модуль питона по умолчанию питон устанавливается как питон а не как что-то специфичное для раз перепи то есть надо понимать что в первую очередь это полноценная linux система а уж потом это что-то там предназначенное для чего-то там и и снова запускаем воone петон работает в том виде в котором надо допустим лампа не занят вентилятор диод включен 4 3 свети не свети ноль Так, а вентилятор Остановите эту адскую мясорубку Остановите это Один мочи Матер Красота Работает, питон работает Друзья мои, теперь необходимо Необходимо, хочется Хочется протестировать Как работает PHP О, и не забывайте Подпишитесь на Подпишитесь на канал Я же писал веселые скрипты Не забывайте Не забывайте подписываться на канал Ну, разумеется И, соответственно, затестируем PHP Сейчас займусь все-таки Надо настроить Даже нет, я, пожалуй, не займусь У меня же есть все готовое Вот здесь, в HTML Все это необходимо просто перенести В рабочую директорию Для... Ну, все туда же Все туда же В VAR, HTML И так далее Вот это все необходим туда засунуть Хотя, хотя, хотя Для того, чтобы протестирует Работает ли Работает ли у нас PHP Мы делаем самую-самую правильную программу на свете С чего, собственно, все и должны начать Эко... Эко... Эхо! Эхни мне, братюня Самую великую фразу Которую только может написать программист Ибо именно с этой фразы Начинается постижение любого языка То родится ее! Ну и, само собой Так же, как Это самый полноценный сайт Нам необходимо Вместе Слэш Индекс PHP Привет, мир! Ну или Давайте Немножко Немножко Исправим Закрываем Все ненужные Вкладки Это все нам нафиг Не надо Все практически Настроено Все работает Все работает Давайте Добавим Немножечко Больше Интересной Информации А! У меня здесь Вот еще что происходит Закрытие Нафиг И скажем Эка Эха Эхнем Давайте проверим Что ли Математическую часть Тоже Простеньким Способом Например Берем Людва Эхо Допустим А Уложить На Б Разделить На С Почему бы И нет Давайте Добавим Переменную С Что-то я Вот Программированием Сразу увлекся Дайте-ка Вот фигней Пострадать Вроде Не накосячил Да вроде Нет Обновим Страницу Ну а Две трети Получается Ответ Ничего Я не накосячил Все работает Отлично Исходный Код Вот на Ваших Экранах Перед вами Немножко Увеличу Вот так Вот это Выглядит Результат Работы Программы Это Отображение В html Виде Скрипт Индекс PHP Работает PHP Полностью Функционирует В качестве Модуля Apache Не CGI Скрипта И CGI Не компьютерная Графика А Common Gate Интерфейс Вот Что такое На самом деле CGI И лично Меня бесит Когда CGI Или CGI Называют Компьютерной Графикой Сволочи Чайники Что с них взять Да Баженов Ты чайник В компьютерах Никогда не называй Компьютерную Графику CGI Меня это Дико Ну ладно Господа Ну а дальше Вот Дальше Будем Заниматься Весельем Собственно У нас есть Полноценный Веб сервер На Raspberry Pi Теперь будем Настраивать В дальнейшем Самбу Подготовим Файлы Для полноценной Работы Настроим Настроим Эту самбу Настроим Связь С другими Компьютерами Сети Так Чтобы Можно было Нормально Работать Удаленно По сети Вообще Не Суясь Даже В командную Строку Raspberry И отныне Собственно Raspberry Полностью Автономно Работает Практически Ну практически В консоль Мы еще Несколько раз Заглянем Заглянем Просто для того Чтобы Опять же Произвести Все необходимые Настройки Давайте Для начала Самбу Установим Есть ли она У нас Или ее нет К сожалению Так вот Не вспомню На всякий Случай Аптгет Инстал Самба Просто Самба Самхайн Симитария Самиздат Самиздат Смотрите Какая Русская Программа Однако Самиздат Это конечно же Совпадение Самбо Док Самбо Дбг Самбо Див Дсдб Модули Самбо Липс Это все Автоматически Будет Установлено А ну и Конечно же Запустю Запустим Апгрейд Система Вот Сколько Всяких Ништяков Надо будет Установить Еще Дополнительно Да Я хочу Разумеется Самбо Установим Запустим И настроим Уже Ну то есть Установим Это сейчас А вот Настроить Настраивать Будем Чуть Позже А еще Дополнительно Поставим Вебмин Пожалуй Что В самом деле Тогда И самбо Настраивать Не придется Ручками Но Но В консоли Это сделать Гораздо Интереснее Насколько Я помню Было Довольно Проблематично Что-то В точности Конкретно Настроить Ну вот уж Не помню Что Поэтому В конце концов Я Плюнул На консоли И просто Поставив Вебмин Так вот Графически Через PHP Веб Через PHP Вебинтерфейс Вот так Вот назову Уже На боевом На рабочем сервере Просто Тупо Настроил Самбо Вот так Вот Вот так Вот Самбо Устанавливается И когда Она будет Установлена Собственно Пожалуй Пойду Я спать Время 4 утра Друзья мои Хочется спать Все для вас Как говорится Все для людей Ну и Не забываем Подписываться На канал Вступать В группу Ну и Конечно же До скорого Всем пока Субтитры 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 Субтитры